Игромания дает Отвинта Здравствуйте, уважаемые телезрители, поклонники компьютерного искусства. Наши позывные Гамовер. И бонус, и мы начинаем программу Отвинта. Ясно, что с наступившей теплой погодой, многие дети, а также так называемые подростки, ушли бесчинствовать на улицу. Так что теперь мы вещаем для немногочисленной, но очень серьезной аудитории. Так, позвольте, а это что такое? Это носовое украшение. Традиция. Позвольте, но она кажется не совсем одета. Так принято. Но в целом это вполне благонравная девица. Ну что ж, будь по-вашему. Ну а нашу программу открывает сюжет об играх, где фигурируют вполне благонравные девицы. Всякому известно, что в мире компьютерных игр эротика, а то и что похуже, получила довольно широкое распространение. Существует целая серия эротических игр, иной раз весьма неприличных. А что говорить об интернет? Даже Конгресс США пытался предпринять ряд попыток, впрочем неудачных, пресечь распространение порнографии по всемирной сети. А некоторые религиозные деятели угрожают проклясть интернет. Только не могут решить, следует ли проклинать по сайтово, или же всю сеть целиком. Говорят, они даже написали специальную проклинающую программу, но она была по ошибке убита доктором Вебом. Самой привлекательной компьютерной дамой многие признают героиню игры Tomb Raider Лару Крофт. Она в качестве талисмана сопровождала группу ЮТУ во время их турне. Разные издания проводили конкурсы названия Мисс Крофт. Неудивительно, что со временем появился вариант игры с названием Ньют Райда, то есть обнаженный бегун. Программа ничем не отличается от оригинала, кроме того, что Лара Крофт не одета. Следующая игра называется Раяна Руш. Будьте внимательны, ее продают во многих местах по совершенно необъяснимым причинам. Эта программа отличается от других эротических игрушек хотя бы тем, что размещена на трех компакт-дисках. В главной роли фигурирует некая Джиллиан Боннер, бывшая модель журнала Playboy. Аннотация к игре обещает невиданное зрелище довольно откровенным языком. Бегло просмотрев игру, мы подумали, что, наверное, самое неприличное в ней – это сама аннотация. По жанру это квест, и героиня по ходу игры попадает в разные сказочные места. Однако мы не стали бы рекомендовать этот продукт даже любителям эротики, и чего похуже, поскольку программа сделана очень некачественно. Впрочем, для тех, кому она все-таки попадет в руки, у нас есть один совет. Если вы сразу захотите посмотреть все мультфильмы, не утруждая себя решением бессмысленных загадок, то, в принципе, вы сможете это сделать, используя средство Windows прямо с CD-ROM-ом. В том-то все и дело, господа. Продолжаем нашу программу. Иногда в газетах приходится читать объявления следующего содержания. Опытный колдун приворожит, снимет порчу, сглазит. Компьютерный мир, чутко реагирующий на явления окружающей жизни, ответил на это появлением игры, которая называется Might and Magic, шестая часть. То есть могущество и магия. С помощью этой программы можно сглазить кого угодно. Если вы всерьез задумали играть в Might and Magic, то для этого вам потребуется некоторое серьезное приготовление. Для начала стоит уволиться с работы. Правильно. Работа это как минимум 8 часов потерянного времени ежедневно, а вы этого себе позволить не сможете. Затем семья. Да. Ну, если они научены вести себя тихо и вообще не ходят к вам в комнату, то пусть остаются. В противном случае придется расстаться. Друзья. Ну, друзья, если они люди понимающие, будут заниматься тем же самым, поэтому вы их долго не увидите. Телевизор, радио, газеты, журналы. Долой. Холодильник. Холодильник оставим. Вот теперь вы готовы. Знаете, что действие игры происходит в королевстве Энросс, которым правил добрый король Роланд. Правил до тех пор, пока не исчез, неизвестно куда. Напасти, которые затем обрушились на государство, заставили жителей заподозрить, что королевская семья утратила так называемый Mandate of Heaven, то есть небесный мандат или право на владение. Сейчас это называют легитимностью. Ваша задача, как предводителя отряда из четырех человек, спасти королевство от смуты и гибели. Might and Magic игра довольно сложная. Сначала вам нужно будет сформировать своих персонажей и наделить их разными полезными способностями. Что мне всегда нравилось в компьютерных играх, так это то, что человеческие качества здесь очевидны и поддаются исчислению. Скажем, что мы говорим о каком-нибудь знакомом? Он пьяница или он умный. Кратко и туманно. А здесь любой персонаж имеет Might не меньше 12, Intellect не меньше 5, Endurance до 7, Speed 11, Luck 13 и так далее. Сразу становится понятно, кто перед тобой. Сформировав подходящую команду, вы отправитесь на поиски приключений. Подробнее об этой игре мы расскажем в одном из ближайших выпусков. I am certain you will meet again. Что это такое? Я же просил вас не курить здесь. Да я и не курю. Ничего себе благонравная девица. Она у вас еще и курящая. Традиция. Гаси сигарету, гаси. Зато она приносит военную удачу. Нашу программу продолжит игра, которая называется Fighting Force. Военные силы. Эта программа является полной противоположностью игре Might and Magic. В том смысле, что взамен полного погружения в несуществующий мир, вы получаете аттракцион, способный увлечь вас на 25 минут. И то ладно. Не у всех же есть время просиживать за компьютером круглые сутки. Время нужно использовать рационально. Это как, например? Денег заработать. А зачем? Как зачем? Купить второй Пентиум. В смысле, Пентиум 2. Понятно. Итак, Fighting Force рассказывает о специальной группе по борьбе с преступниками. Группа не группа, а действовать вам всегда придется в одиночку. Соотношение бандитов и честных граждан в этой игре выглядит удручающе. Преступников очень много. Как говорится, тьмы и тьмы. А честный гражданин всегда один-одинешенек. Это вы. Причем среди ваших противников встречаются весьма приличные люди, одетые в хорошие костюмы. Вот мы и задумались. А может быть, нас дурачат? Вдруг мы и есть преступник? Бывали случаи, когда наивных людей кое-кто использовал в своих целях. Но, в конце концов, не это главное. Будучи вполне стандартным файтингом, игра приобрела некоторые новые черты. В частности, интерьеры стали активными. То есть вы можете сломать и разрушить буквально любой предмет в комнате или на улице. Разбив, к примеру, автомобиль, персонаж затем сможет использовать его колеса в качестве оружия. Драться также можно огнетушителями, битыми бутылками, водопроводными трубами. Все как в жизни. Но все-таки главным, а может быть и единственным достоинством этой программы является то, что она не требует от игрока ни малейшего знания английского языка. Как и многие игры этого жанра, файтинг-форс, видимо, перекочевала на персональные компьютеры с приставок. Об этом свидетельствуют, в частности, исчезающие трупы, что, в принципе, очень гигиенично. На сегодня это все. Наша программа окончена. Гейм оба. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин